из пустыни где можно выйти в принципе и за два часа там по-моему два-три часа он умер в пустыне то есть это вот классика жанра как дело действовать нельзя надо было оставаться все равно возле машины ждать уже и или остаться всегда есть всегда есть вопрос да поэтому здесь этот вопрос поднимется выйти или остаться он ушел и сделал неправильно это была ошибка потому что здесь надо еще учитывать какой-то местности находишься хотя но мне удивительно человек прошел уже столько тут два варианта либо от незнания либо самоуверенности в любом случае эти два варианта они не очень приводят в плачевный результат по выживанию теоретически в принципе что такое выживание теоретически выживание это комплекс мероприятий естественно который направлен на сохранение прежде всего жизни и потом уже вторичное здоровье потерпевшего попавшего какую-то экстренную критическую ситуацию это неважно где на улице когда встретила толпа хулиганов в море где-то не знаю там где-то в городе где произошла какая-то техногенная катастрофа все это выживание то есть комплекс мероприятий которые направлены на сохранение жизни и здоровья то есть что человек должен делать чтобы сохранить свою жизнь и здоровье выживание я разделил на несколько и в своей книге автономного выживания это уже эту информацию вложил туда то есть но это лично мое такое субъективное мнение и анализ всей так сказать вот этой проблематики выживания то есть я ее разделил на несколько частей то есть это три части выживания выживание автономное это то которое происходит у нас в дикой природе только дикой природы это неважно один человек туда попал группа людей попала там не имеет значения если вы оказались в критической ситуации где вокруг нету ни цивилизации вы находитесь в автономном выживании уже априори здесь действуют одни алгоритмы второе это социальное выживание социальное выживание это выживание в социуме естественно то есть это то что связано у нас с урбанизацией это то где находится вот люди находятся да где-то ведут свое хозяйство там и тому подобное и здесь происходят определенные это неважно авария может быть катастрофа может быть это может быть техногенные катастрофы наводнения ураган то есть это все называется там ядерная имеется ввиду радиоактивная катастрофа в такой вот это такое это социальное выживание то есть выживание в собственно опять же здесь свой алгоритм отдельный свои действия отдельные естественно свои приемы отдельные также есть третий вид это боевое выживание это отдельный выделил а в отдельный тип выживания, потому что оно имеет свои свойства, свои отдельные черты. И в боевом выживании тоже есть свой алгоритм определенных действий. Боевое выживание, это естественно, это то, что касается с безопасностью человека. Это может быть и хулиганы, на улице там пристали, то есть здесь включается боевой, это рукопашный бой и тому подобное, либо это на войне, во время боевых действий, во время, допустим, тех же самых конфликтов, связанных с оружием, не важно, что это. То есть если где-то происходят какие-то вооруженные столкновения, это боевое выживание. Естественно, эти выживания, они могут трансформироваться, переходить с одного в другое. Ну, к примеру, пираты захватывают торговый лайнер, да? Захватили, команда находится вместе, у них социальное выживание начинается. Они находятся вместе где-то, то ли закрываются, то ли не закрываются, но не важно, они находятся в социуме, они здесь вот выживают, потому что у них, в принципе, есть какой-то набор уже определенных, скажем так, ну, на корабле всегда есть там, да, где поесть, где поспать, где попить, там, где что-то достать. То есть есть у них определенная уже социальная такая вот атмосфера, и они вот выживают в этом выживании. Если, к примеру, эти же моряки в шлюпки попадают в море, они уже находятся в автономном выживании. То есть здесь они уже находятся, пусть они это группы, да, спасательные шлюпки, но это уже автономные выживания. У них нет уже с собой тех всех прелестей, которые были на корабле. Они находятся уже без ничего. И здесь включается уже автономное выживание, то есть как ловить рыбу, там, добыть себе воду и тому подобное, как ориентироваться, куда плыть и так дальше. И если их догоняют, опять же, на лодке, те же самые пираты, открывают огонь, начинают их валить, да, тут уже включается боевое выживание, то есть совсем другой алгоритм. Как спрятаться там, как уйти от преследования и тому подобное. То есть это уже другое. Вот, в принципе, вот это и есть трансформация выживания с одного этапа в другой. Тут понятно? Вопросы есть на данном этапе или нет? Собственно говоря, вот эти три выживания, они разные выживания, поэтому сегодня, в принципе, по теме было автономное выживание. Это то, которое я занимаюсь наиболее долго и наиболее интересно для меня, по крайней мере. Не менее интересно, конечно, социальное и боевое выживание. Сейчас я готовлю по этим вопросам тоже две отдельные книги. Когда выйдут, я не знаю. Когда я их вообще подготовлю, я не знаю. Но, по крайней мере, в этом направлении движусь. И движение, точнее, есть. Автономное выживание уже изданной книги, поэтому мне это ближе. И сегодняшняя тема именно об автономном выживании. Значит, автономное выживание, как я уже сказал, это выживание в природной среде обитания. Здесь следует отметить несколько направлений автономного выживания. Первое направление – это реальное выживание. То, когда люди попадают. Но все эти направления, сейчас я сразу сделаю такую ремарочку, что все эти направления, у них один будет алгоритм. В любом случае, один алгоритм. Просто я их разделил на несколько типов. То есть, это реальное выживание. Это то, что называется автономным выживанием. Это туристическое выживание. То есть, это моделирование той ситуации, как у нас, допустим, страйкболом занимается. Моделирует какую-то ситуацию, надо захватить какой-то объект, еще что-то, и начинает бегать по лесу, отрабатывается какие-то упражнения тактические. То же самое это касается и выживания. То есть, это второе, как я сказал уже, туристическое выживание. И третье, это спортивное выживание. Можно делать с него и спортивное, в принципе, выживание. То есть, какие-то устраивать соревнования между собой, и тому подобное, по разведениям костров. Этого никто не делает, пока это только в теории. Возможно, мы все-таки, в Украине, у нас Украина большая, и в человеческом факторе, и в природном факторе. То есть, у нас очень разнообразное, самое разнообразное, в принципе, во всей Европе природное богатство, скажем так. Очень много разных, я на этом позже остановлюсь, разных экосистем, которые можно отрабатывать эти навыки выживания. И, собственно говоря, вот эти вот три выживания. Я буду рассматривать, в принципе, наиболее сейчас подходящие, ну, я же говорю, алгоритмы одни и те же, ну, кроме как в спортивном, там, в принципе, это, естественно, какой-то спортивный интерес, какие-то спортивные, да, происходят соревновательные моменты. Мы поговорим, я поговорю, точнее, вам расскажу о туристическом выживании. То есть, наиболее приемлемым, которым, в принципе, занимаюсь уже плотно с 10-го года. То есть, это как инструктор, как гид-инструктор вожу группы, и мы отрабатываем уже в определенной местности определенные задачи, те, которые ставятся перед группой. Туристическое выживание. То есть, это тот же самый комплекс мероприятий, направленный на сохранение жизни и здоровья. Я провожу по жесткой схеме, без снаряжения, условно без снаряжения. Я объясню потом, почему условно. И без пищи, без воды, тоже условно. Объясню, почему условно. У нас, и это я озвучивал на своей лекции. У меня была лекция на международном слете инструкторов по выживанию, которая проходила буквально 2 или 3 недели назад в Эстонии. Собрались инструктора с разных стран. У меня была лекция запланированная. И я на этой лекции озвучивал, в принципе, проблематику нашего выживания. У нас нет системности. И это я говорил, то есть, это я повторяю и буду повторять. Пока у нас нет системности. У нас нет не созданной, скажем так, какие-то там предпосылки для того, чтобы развивать это направление, как отдельный вид туризма. А это совершенно отдельный вид туризма. Он имеет отдельные черты. И может быть уже на уровне Министерства туризма выделен в отдельный какой-то вид. Как пеший, у нас есть водный, велосипедный турист, еще какой-то там туризм. Это отдельное. Его нужно развивать. И в странах Европы этот вид туризма уже развит. Они занимаются, то есть, неважно это как туризм, или как какое-то там по безопасности какие-то занятия проводятся. В любом случае это проводится, и это на уровне развития происходит, на уровне государства. То есть, это финансируется государством, это поддерживается государством. Это есть нормально. У нас пока еще мы не дошли, наверное, не доросли до этого. Будем расти потихоньку вместе. Поэтому в туристическом выживании у нас есть три, я выделил три категории инструкторов. Первые инструкторы это путешественники. Путешественники. Ну, этих инструкторов никто никогда нигде не видел. Они путешествуют там себе. Есть у нас, не буду озвучивать фамилии, все, наверное, там знают, по крайней мере, у каждого есть на слуху кто-то, кто постоянно где-то путешествует. У них есть определенный хороший опыт выживания. Я имею в виду те, которые там океаны преодолевают. Вот есть у нас такие люди. Где-то ходят пешком по пустыням и прочее. То есть, это вот первая категория инструкторов, которые, в принципе, они берут себе, учат, но берут где-то там за границу, где-то там в каких-то своих проектах, может быть, поучаствуют. Это ограниченная категория, естественно, они много людей не берут, поэтому они в этом плане, ну, нету развития. Вторая категория, это, в принципе, люди, которые занимаются это энтузиазмом, потому как у нас нету это неофициальное, поэтому на энтузиазме. Их очень мало, вообще, можно перечислить. Ну, я там единицы знаю, которые серьезно этим занимаются, то есть, совершенствуются, как бы, поднимают свой уровень постоянно, где-то общаются. Это, в принципе, тот костяк, который должен поднимать вот это направление. Направление, оно, я не скажу, там, супер, но оно важное, потому что это жизнь. Если даже, я считаю так, если, к примеру, там, книги разошлись, первый тираж был 8 тысяч, это в Украине, сейчас вот дополнительные 4 тысячи, они все уже распроданы, собирается еще один тираж издаваться, то есть, если даже с этих 12 тысяч один человек хотя бы, одному человеку хотя бы спасет, да, это жизнь, то это, значит, написано, я считаю, не зря. То же самое касается и деятельности вот этого, центра, где мы сейчас находимся, это медицинские центры, которые здесь же проводятся, я так понимаю, ну, не только здесь, тренинги по медицинской помощи, то есть, если это спасет хоть кому-то жизнь, значит, это все мы делаем не зря, потому что я тоже занимаюсь, инструктор по тактической медицине, также получал что мы делаем, что мы делаем в веке, что мы делаем в веке, Продолжение следует...